здравствуйте друзья у нас у вас на экранах алена которая приехала из откуда-то из под вашингтон dc до пригород вашингтона лисборд это наша силиконовая долина хорошо да потому что муж алены тестирует программное обеспечение благодаря школе да у нас учился когда-то и вот вопросы просто поскольку вас спросили ты давайте сочетаю общий вопрос художницы алене как она заявляет о своем таланте в америке как она вычисляет насколько она талантлива по сравнению с другими художниками как она просчитывает и понимает что ей светит в плане творческой карьеры в америке и какими методами она продвигает свое творчество в америке какие инструменты используют какие из их эффективны какие не очень вот такой вопросик общий хороший вопрос вот как художник это как художник себя но как бы сказать самый позиционер позиционирует идентифицирует вот как вот мне как бы повезло в том смысле что я как бы состоялась уже по художник до того как приехала в америку и так как я получила вот эту green card у как экстраординарный художник то есть у меня уже априори от американского государства есть справка справка что я экстраординарный художник то есть это это уже приятно то есть это то что для себя я конечно никому этого не говорю кроме как вот вам по секрету да но внутри вот это ощущение что я признанный уже художник мне это помогает честно скажу но вы вы на самом деле много лет же работали в моде в российской ну я дело в том что я руководила домом высокой моды в течение 14 лет естественно мне особо до живописи у меня не хватало времени просто поэтому я только здесь в америке получила свободу писать то что мне всегда хотелось большие абстрактные картины а вот такой вопрос значит жить на это можно или или все-таки вы больше допустим зарабатывает муж там который в технологиях чем вы допустим у нас всегда в семье получалось как что он начинает первым зарабатывает и базу создает а я в это время потихонечку развивают то что у меня есть и потом я начинаю в десятки раз больше чем он зарабатывать я надеюсь что в россии так было у нас как бы несколько происходило и это вот как бы наша такая команда получается и я очень рассчитываю что в америке тоже произойдет это потому что потихонечку это вот у меня сейчас про ну как вот у меня дома ни одной картины они меняли на выставке и проданы вот буквально каждую неделю что-то продается вы востребованы так получается то получилось такая вещь что вы не залеживаете нет очень хорошо я ну что бы я хотела сказать художникам вот которые попадают в америку очень часто человек говорю вот я так вижу я так чувствую я так пишу и он как бы не попадает никуда то есть его картина в интерьер не впишутся он понимаете картина должна для нашей души что-то говорить и вот человек пишет такой вот немножко меланхоличную картину русского художника но и при этом мы же меланхолики конечно да у нас есть это особенно пейзажные зубописи и она прекрасно может быть написано профессионально но она абсолютно в американскую даже надо понять в каком ты штате живешь какую какой востребован стиль то есть если это флорида это одно если это вот наш вашингтон это совсем другое аляске 3 я думаю на аляске вообще трудно картины продавать то есть есть месть места где их покупают а есть места где но подождите вы начали как бы вы сказали что картина должна там вот для души что-то давать с другой стороны вы сказали что нужно вот она может не вписаться в интерьер вот в том-то и дело что ты как бы несколько несколько вещей должно схлопнуться и как бы есть разные категории художников есть художники которые они как бы на большом арт рынке туда попасть где картины там выше там 100 тысяч долларов продается за штуку так скажем и это совершенно другой это это очень большая удача должна быть чтобы туда попасть именно удача потому что далеко талант ну далеко не ну это там безусловно талантливые художники но талант не всегда главное надо продать надо продать и там есть люди которые продавцы и они знают как это делать они ставят на этих художников они их продвигают это другое я как бы в этот вот рынок у меня особо желания нет туда так как я в течение 14 лет руководила домом моды и платья очень дорогие платья то есть платья там десять пятнадцать пятьдесят тысяч долларов от кутюр продавались мы делали это просе не искусство всегда было для меня это было вот мое послание то есть каждое платье это как ну вот это как как шедевр определенные то есть они от посланные и для меня так рада всегда создавать эти платья и я знаю как продаются дорогие вещи я знаю что это такое я понимаю что дорогую картину это нужно очень большое большая работа проделана и я не думаю что я сейчас готова к этому но мне нравится создавать вещи которые вот моя главная мечта чтобы вы повесили эту картину и ваш интерьер может быть не очень современный он сразу расцветился стал свежее стал современней и как окно было может быть он просто это пространство сделал другим то есть это как бы для меня вот главное как для модели раз другой стороны я получаю такое удовольствие когда пишу картины это как танец потому что я вообще занималась фигуративным искусством всегда я знаю как рисовать то чему я вообще лучше всего научился портрет но никогда в жизни это не делала вот просто кроме как когда училась это очень интересно а то что как я пишу это вообще абстрактному искусству то когда я училась никто не учил мне мой мой главный любимый учитель он знал что я это люблю алена мастером станешь тогда абстракцией будешь заниматься и я представляете я пока не приехала в америку я как бы а он потом умер и как мне кого спросить стала я мастером наконец или нет тем более модой занимался сюда я приехала и вот как-то решила что к тем более мы купили вот красивый такой таунхаус со стенами белый с высоким потолком и это меня так вдохновило есть куда повесить да ну ничего не висит у меня нет ничего дома потому что это уходит сразу то есть это приятно но тут кто-то знакомый зашел у меня одни гвоздики на стенах и где слушайте а вы же а вы можете принты делать нет не делаете вы знаете я продаю принты другие это это тоже другая область я когда только приехала и у меня получилось так что я обнаружил я американцы некоторые заболевания которые надо было подлечить и я довольно противные лекарства принимали которые была усталость большая ничего делать не могла и я просто кроме как вот интернет но не сидят же в интернете и у меня у дочки и у зятя магазин в интернете и они меня научили я открыла магазин в интернете на эти как раз тоже смешно так я они только начали этот бизнес он пошел у них очень здорово и они купили кабриолет красный дети наши конечно страшно гордишься когда дети успешны они дизайнеры оба дочка с зятем они сейчас в шарлотте живут и вот стоит под окном мы у них гостя это тоже вирджиния только это средняя вирджиния мы в северной вирджинии вы получили грин карту как экстраординарный они своим путем совершенно они за нами приехали мы их пригласили в гости им понравилось и они из Англии переехали в Америку это их история вот я не буду вдаваться но это как бы мы не связаны но это была мечта в одной стране жить хорошо мы жили в разных странах и было немножко тяжело муж муж из Сибири у дочки они мы все русские то есть ну как русские или может еврейские разные короче то есть намешано намешано много всего да и муж у дочки часть чех вот у него были репрессированы дедушка или прадедушка ну то есть мы все из Советского Союза да да о чем я говорила о том что магазин а я про кабриолет рассказывала про магазин что меня вдохновило меня вдохновил успех детей я посмотрела на этот кабриолет а мы сидели тогда я не помню Сережа только начал работать это муж да и понимаете мы достаточно то есть мы не приехали сюда с деньгами я делал то что бизнес который у меня был в России он был очень успешный но так как я настоящий художник все прибыль я на показы на какие-то и нас же никто не научил что деньги бизнеса и деньги твои должны быть отдельно поэтому мы считали что бизнес это наше и короче я потерял этот бизнес перед отъездом ну не буду это все рассказывать подробности ну и все потерял ну хорошо хоть вы не пропили когда вы сказали мы же художники я потом тогда пропили значит мне нет дело в том что от кутюр настоящие кутюрье в основном все настоящие кутюр художники они реально без денег ну как без больших денег потому что ты занимаешься творчеством ты просто вот когда кусочек ткани понимаете на одно платье может уйти 20 тысяч долларов на ткани а ты хочешь показать какие-то ткани да вот 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 например здесь это вот эта ткань то вы покажите в камеру да а тут есть платье допустим из этой ткани давайте я вам покажу экранчик на вас поверну чтобы вы видели что на экране вот это вот платье да лилия это слева или справа слева цветное цветное и это ну я дам мой сайт можно посмотреть на сайте если интересно что они сайт а леонард accord аннат он insurance у а лимон арт вот то есть вот это например на фабрике гермес Ricin во Франции сделается ткань, она, тафта-муарер, она делается из шелка, и муаровый рисунок наносится путем деревянных прессов, специальных, сдвигается, не как вот сейчас муар делается, а так, как он делался в течение, ну, то есть он делался во времена королей французских, то есть это действительно удивительной красотой ткани, она выглядит по-другому, она и качество другое, то есть это понятно, но ты никогда не сделаешь муар таким прекрасным, другой технологией, то есть это старинная технология, ее производят очень мало, и вот когда у нас показ был в Великобритании, приехала одна французская специалистка и попросилась за кулисы к нам, и она увидела пять платьев в коллекции из этой ткани, она говорит, Алена, ты понимаешь, что Диор не может себе позволить пять платьев в коллекции из этой ткани, вообще так вот, то есть немножко безумным надо быть, чтобы такое делать, но это просто кайф, это вот, ну, у каждого свои слабости. Ну, да, ну, хорошо, давайте мы тогда, может быть, немножко вернемся к искусству, да, я не помню, с кем я из вас раньше познакомился, наверное, с Сергеем, да, то есть он учился у нас в онлайн-классе. Я нашла вашу школу через интернет на Говорим.Про, и, конечно, вы познакомились с Сергеем, потому что он с вами связался, он онлайн-курс первый, один из первых проходил. Так, я помню, что довольно давно было дело, а ему тогда сколько лет было? Пятьдесят. И он по профессии исторический кто был? Он по профессии электронщик, в Москве заканчивал, боже, кто он же, это вот ремонт телевизоров, что-то такое. Я понял, хорошо. Потом он занимался этими разработками какими-то, что-то такое. Я помню, что вы еще жили в таком месте, где не то что с работой очень хорошо, в Агайо где-то, да, где вы жили? Мы жили в DC. А уже тогда жили в DC? Да, мы в DC тогда жили. Я понял. И он быстро выскочил на первую работу? Он очень интересно получилось, мы были заняты немножко, у меня как раз была презентация на национальном завтраке с президентом США. Вау. Дело в том, что из-за того, что у меня вот эта вот мода, и мы в Америку приехали, нас пригласили, достаточно интересные друзья. У нас, конечно, иммиграция была мягкая, потому что мы жили первый год. Нам этаж дома отдали с джакузи. Это друзья? Да, мы во Франции с ними познакомились. Это через вот мои показы, там во Франции у меня показы были. Вот. Но все равно же, ну, 10 месяцев ты пожил в таких вот, а дальше-то жить надо на что-то. Надо, так. Вот. И мы в это время рыли, искали, что делать, как. И пошли к президенту на показ. А меня пригласили в это время на завтрак с президентом, с моим, с выставкой и с рассказать. Это Обама кто там был? Обама был как раз. Кстати, он понравился мне очень. Да. А жена у него красавица в живьем. Да. Вы знаете, я бы сделала для него платье, честно. Они оба очень харизматичные, но Мишелка, она вообще потрясающая. Они очень интересные люди. И очень, я бы сказала, такие интеллигентные. Вот по-русски, как говорите, очень такие вот люди. Короче, показ. А он в это время получает оффер. Сергей. Да, эта история совершенно потрясающая, потому что, значит, представьте себе, утром мы собираемся на этот завтрак с президентом, а там же секьюрити. То есть накануне он получает не оффер, а как? Я неправильно говорю. На интервью пригласили? На интервью его пригласили. Он по телефону говорит, его не пригласили на интервью, по телефону говорит, а на следующий день в 6 утра или в 5 мы должны ехать вот на эту презентацию на завтрак с президентом. А ему говорят на следующий день. И он сказал, говорит, а вы дайте мне задание. И ему дают задание утром в тот день, когда нам надо ехать. Весь день он занят, потому что манекены надо, выставку маленькую делаем, все вот это оборудование. То есть ему не до этого вообще. А он до этого месяца, наверное, искал работу, разные были предложения, но как бы... А тут National Geographic, вы представляете? А он же любит горы, он любит это все, это все его, вот он вот такой вот. И мы вернулись из этого, вот с этой встречи в 12 ночи. Так. И мой муж, вот это, кстати, всем, ну, кто вот учится, ребята, от вас все зависит. Вместо того, чтобы ложиться спать, он садится и до 9 утра он делает это задание. То есть там что-то оттестировать надо было? Да. Вот все, что он мог. Он ничего не знал, он у вас то, что выучился. Он же не занимался тестированием, ничего. То есть он до 9 утра занимался этим вот заданием. Послал его и ложится в кровать, говорит, ну я сделал, что мог, но там вообще, говорит, завал. Так. В 10 утра сдаётся звонок, мы в постели лежим. Ага. И он по телефону, говорит, лежа, потому что он спал час. Welcome aboard National Geographic. Ага. Вы принято на работу. Первое, что он говорит, а, зарплата, говорит, а мы же не знаем, какая зарплата. О, ему какая зали, какая зарплата. А мы не поняли, то ли Фотин, то ли Фоти, то ли 14 долларов, то ли 40. Да. И мы так и не знали, он пошёл на работу, мы не знали сколько, нам было всё равно. Неудобно было спрашивать. Ну, а какая разница, первая работа. Без разницы. Вот. И 14, оказалось, 40. Ага. Это было лет 5 назад. Это было 5 лет назад, да. Представляете, первая работа. Но он не знал, что это 40, он пошёл, ну, 14 читали. Но первое, что он сказал, когда ему сказали Welcome National Geographic, это журнал National Geographic. Да. Он сказал, поймался, говорит, меня хотят на органы разобрать. Почему? Потому что это русский менталитет, потому что это слишком хорошо, чтобы быть правой. Это представлено. Но он в шутку, но с другой стороны, когда он уходил, было немножко страшно. Мы же привыкли к разному кидалову в России. Ага. Что тебе просто так добру не сделают. И как он, без интервью, без ничего. Он по телефону один раз поговорил. Ага. То есть вот этот менталитет наш, он сейчас ушёл к счастью. Подождите, но сейчас у него уже не первая работа, да? Уже третья работа. Сейчас он в Washington Post работает, газета. Вот такая либеральная как бы. Абсолютно либеральная газета. Но он читает её или только работает? Ну, он её тестирует, и масса там прекрасных статей. Нам нравится эта газета. Да, да. Там есть авторы замечательные. Это вообще отличная газета. Он снимается. Она, на самом деле, эта газета, её же купил Безос. Конечно, да. Вот. Из-за того, что он её купил, которая владеет Amazon, эта газета стала лучшей в мире по электронной версии, что у них программы. И теперь они продают это другим газетам. Контент. Ну, вот, чтобы стать электронной газетой, они продают, и поэтому они курируют какие-то другие газеты. Поэтому у них работает, наверное, 200 айтишников, не меньше. Когда эта покупка произошла, и народ так, ну, в смысле, вот, публикация всяких, народ говорит, зачем Безосу газета? Наверное, он хочет там диверсифицировать. А кроме того, газетный бизнес, он как бы умирающий, типа, что вот люди печатные газеты уже не берут, а электронные как-то денег. Ну, в общем, проблемно. Вот. И для чего ему надо, непонятно. Но он её, в общем, поднял хорошо, да. Ну, дело в том, что «Вашингтон пост» практически всё, умирал в этот момент, как и все остальные газеты. И, конечно, для «Вашингтона» это же локальная газета, местная. И для них это драма была, это семейный бизнес был. Тоже было очень интересно. Сергей видел владельца этой газеты, когда тот уходил, и он там работал, то есть очень, ну, лесовладелец. И просто вот, когда он уходил, он просто с чемоданчиком пересёкся с ним в лифте. Да. Прикольно так. Он говорит, вот, один без охраны и просто уходит, типа, до свидания. И всё, никаких там лимузинов, ничего. Просто покатил свой чемоданчик. Но Сергею нравится тестировать. Ему это его, он обожает это. Это его настолько, что он перфекционист. И он всегда вот это вот, довести до совершенства что-то. И я вижу, как ему это нравится. Ну что ж, хорошо. Ладно. Мы так начали это с того, как художник себя определяет. Вот давайте так вот. Что, как вы понимаете, что вам светит в плане творческой коллегии по Америке? Вот такой вопрос. Вот. Оттуда люди спрашивают. Как вы понимаете, что вам светит? Или вообще не понимаете, или даже не думаете? Ну, надо как-то планировать. А я про эти же не рассказала. Про что? Как я магазин в интернете сделала. Да, да, да. Давайте, вернёмся. Как меня вдохновила вот эта вот красная машина без крыши. И я так смотрю, говорю, ну и что? А я тоже нарисую сейчас дерево денежное и куплю машину. Так. Это просто был фан. А, кстати, я тогда... Нарисовали дерево? Я села вот прямо из окна. Они тогда арендовали очень красивую такую вот усадьбу. Угу. Из окна дуб нарисовала. Ну, в общем, у меня сейчас около 80 тысяч долларов уже этот дуб принёс. Ну, хорошо. Принты. А, господи, я не понял. То есть продажи принтов одного-единственного дуба. Да. Не то, что он с долларами. Ну, я как бы его разных цветов, там разные как бы кастомизации. А продаёте вы его на каком-то... Через Etsy, Etsy. А Etsy это какой-то большой сайт? Это очень модный большой сайт, очень модный. Но это тоже, я не знаю, как чудо какое-то. Потому что там трудно пробиться. Дочка страшно газит. Они гордятся мной очень. Потому что я как бы... И знаете, что смешно? Я здесь как бы... Там у меня в России был этот дом моды. Ну, как бы в России меня мало кто знал. Это широко известный в очень узких кругах. Но с другой стороны, это круто всё было. А сюда я приехала. Здесь высокой моды особо никто не интересует. Даже в Вашингтоне очень мало. Но когда я говорю, что у меня на Etsy успешный магазин, вся молодёжь просто тает. Меня просили семинары делать на эту тему. Не о том, как сделать дом моды, а о том, как на Etsy раскрутить магазин, нарисовать дерево, которое продастся. Сколько там... Ну, это мечта многих, да. Но это, опять-таки, это к тому, что это помогло. Я тогда не рисовала, у меня не было сил. Но мне это помогло осознать себя современным художником, успешным, что я могу. И я как бы к своей вот этой мечте больших абстрактных картин подошла, уже тоже и здесь поддержку получила, как успех. Успех всегда ободряет. Конечно. Вот. Что касается... Что бы я посоветовала художникам? Да. Здесь как бы три категории художников существует. Есть категория художников, которые рисуют маленькие картинки, дешёвые. Угу. И это... Они пытаются уловить как бы тенденции... Вот вы на ярмарке ходите. Да, художественные. И вы понимаете, что там вот где-то за 200 долларов картинку можно купить. Можно купить даже за 50 долларов картинку. И они кочуют. Вообще жизнь этих художников ужасна. То есть я вот не хотела бы... То есть они сами продают? Они сами продают. Они кочуют с ярмарки на ярмарку. Да. Они раскают это всё. Это их семья вовлетела. У них павильон такой. Я думаю, что они зарабатывают свои 70, там может даже 100 тысяч в год. Но это большим трудом и большими затратами. И я не знаю, я бы не хотела этого. То есть как бы ремесленники такие практически? Ну да, они ремесленники. Это ничего плохого нет. Но человек осознаёт себя художником и приятно. Это одна категория. Это одна категория. Чтобы там быть успешным, во-первых, надо приготовиться, вот кочевать, то есть все эти выставки везде ездить, таскать на себе. И во-вторых, надо понять, всё время быть гибким, понимать, что этим людям надо, что покупают. И, в общем, дешёвые какие-то краски, холсты. Но это не мой путь, потому что я как бы не могу на дешёвом холсте, меня не вдохновляет он. И краски тоже не вдохновляет. Ну, если ты привык с тканями, таких ценами. Есть вторая категория. Это уже более дорогие картины. Это уже там две, три тысячи долларов, до десяти, я так помогаю. Это то, что люди готовы заплатить, чтобы в свой дом повесить. Потому что американцы, они на платье десять тысяч долларов не потратят, а на картину потратят. То, что я поняла. Ну, есть такие, что и на платье потратят. Вы знаете, вот у меня сейчас, вот представьте себе, сейчас, перед инаугурацией Трампа, несколько сенаторских жён свежались со мной, которые говорят на инаугурацию, там же бал. Да. И я не занимаюсь больше модой, но всё равно они интересуются, и как вот они хотят. И они стали уставать, а что, а можешь ли ты. Но я, в принципе, могу. У меня есть знакомые партнеры, я могу для вас придумать платье. Мне очень хочется это делать. Но чтобы, фактически, чтобы отстали, я им говорила цену. Сколько это стоит. И сразу всё кончается. То есть, нет, мы не готовы там семь-десять тысяч долларов за платье. При том, что у него эти деньги есть. Я знаю, что это человек очень обеспеченным мужем, там, допустим. Я знаю такой бутиковое ателье в Сан-Франциско. Там знакомая женщина держит. И у неё люди рутинно, там, за восемь, за десять, за двенадцать тысяч берут платье, чтобы пойти на одно мероприятие. То есть, они могут у неё таких платьев заказать, там, два или три года. Может быть, это Сан-Франциско, но в Вашингтоне не принято это. Я думаю, что это даже не принято с точки зрения, что всё-таки здесь стесняются политические деятели пупендриваться сильно. Это, может быть, наша специфика вашингтонская. Вот. Но картину такой человек купит зависит от того. Картина – это инвесмент, она висит. Ну, эти картины, как инвесмент, вряд ли покупают. Потому что они, ну, может быть, но она всё равно остаётся в семье. Это, вот. И у меня, конечно, не за десять тысяч ещё картин уходят, но они будут. Это зависит от величины. У меня пока нет возможности такой величины картин написать. В размер, в смысле? Да, зависит. Вот в этой категории зависит от размера. Как интересно. Да, потому что… Потому что большие картинки – это большие дома. Да. Большие дома, дорогие. Но, кроме того, у тебя же времени уходит намного больше на большую работу. Холста больше и красок. Ну, краски, холст, да, они дорогие, конечно. Но это несопоставимо, это же не на тысячу долларов. Потратишь красок там, но холст может быть дорого стоит. Друзья, у нас тут шум некоторый – это рыба-коптица. Поэтому мы так, мы вернёмся к рыбе. У нас ещё один персонаж – рыба. Да, да, так. Вот. Так, понимаешь, это был второй тип. Это второй тип. Ну, а третий тип – это те, которые уже выходят на большой арт-рынок, где уже разговор от ста тысяч, миллионы долларов, ну, миллионы. Ну, это должен быть какой-то маленький очень рынок, узкий. Он узкий, он совершенно другой. И чтобы туда выйти, это единицы туда попадают. И, в принципе, и зачем? Там свои расклады, свои страдания. Опять-таки художник может оказаться бедным. Ну, слушайте, а сколько вот… не то, что сколько… Насколько художника беспокоит вообще там, скажем, портит или наоборот радует жизнь его, украшает вот какая-то конкуренция, чувство, что вот он, допустим, мог бы, но где-то его не пускают, что-то ему не дают, что вот не признают, что у него такой талант, а талант, а его не ценят, а вот этот вот он бездарь, а вот у него там пошло. Вот эти вот как бы эмоции негативные, они как-то сильно присутствуют? Или это от человека вообще зависит? Не столько от того, что он художник, сколько от того, что… или, может быть, это обостренно очень? Мне кажется, что это зависит от человека, и мне кажется, что такие вещи очень мешают свободно творить. То есть для меня, например, я не думаю… Вот когда я пишу картину, я просто ловлю кайф, я включаю музыку, и я так радуюсь, и я даже не понимаю… Иногда мне кажется, я продаю это, а я столько, столько, столько удовольствия получила от того, что я эту картину, что мне кажется, как это еще и мне деньги платят за эту картину. Подождите, у вас остается какая-то копия или что-то? Остается же фотография? Нет, у меня… Фотография-то остается, но это как бы… Ну, просто вот сейчас, например, с выставки, буквально за два дня до приезда сюда ушла с выставки картина, я даже не успела ее сфотографировать нормально, и я даже не знаю, кто ее купил, то есть просто на выставке она была, и раз, все, я даже не думала, я первый раз в этом выставочном зале не думала, что так быстро она уйдет, она на второй день ушла картина, большая достаточно. А у вас нет еще каких-нибудь таких галерей, которые там систематически берут ваши какие-то работы? У меня есть кафе, которое делало выставку большую в прошлом году, и много продалось, и они в этом году на полгода зарядили мою выставку. Проблема в том, что у меня картин столько нет, поэтому я только один зал им оформила, и там уже четыре картины купили, мне не на что, нечего повесить, и они уговорили этих людей оставить эти картины, чтобы не было пустых мест. Хорошо, но как художник решает такие вещи? Ну, с одной стороны, это может решаться повышением цены, с другой стороны, какие-то должны быть художественные подмастерья, вот там они пишут, а, допустим, Леонардо подошел, тут галочка, тут галочка. Вы знаете, я думаю, что конечно, у меня еще такой проблемы нет, я просто времени, у меня времени не хватает, потому что я еще и бабушка, и у нас родился здесь внук два года назад, и дочка ждет еще девочку. Уже известно, что девочка. Да, и нам есть чем заняться, они в двух часах от нас, и поэтому, так сказать, нас вызывают, к нам приезжают, и в это время я писать картины не могу. Двухлетний внук проявляет задатки рисовальные? Нет, еще ничего он не проявляет, он больше инженер. Первое слово – часы. Разобрать? Нет, ему нравятся часы, всякие агрегаты, машины. О, робототехникой будет заниматься. Да, робототехникой, однозначно, инженер растет. Так, это тоже неплохо, тоже искусство. Нет, вы знаете, нам хватит, у нас художник, у нас вот один инженер есть, Сережа, я так счастлива, что мой муж, а у Алисы, она дизайн, она талантливая. Алена мама и Алиса. Да, она очень талантливая, она, кстати, входила, наверное, в сотку лучших график-дизайнеров мира, реально. Ее в Нью-Йорк приглашали, видео снимали, интервью брали, она встречалась с Шаттерсток, такая фирма, то есть вот как один из лучших художников там. Вы представляете? И ушла из этого. Горжусь вот так. Чем кончилось? Кончилось тем, что с ребенки и бизнес они начали, она тоже увлечена в этот бизнес, и у нее просто времени не хватает на… То есть просто человек распирает многими талантами, и вот когда один талант, тогда просто вот занимаешься одним чем-то, а когда талантов много, то тогда приходится как-то выбирать. Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, они бы… Они сами говорят, что в Англии они бы не смогли создать такой успешный бизнес и… Более консервативная страна, конечно. Нет таких машин, нет таких возможностей, ресурсов. Нет столько покупателей, потому что покупают… У них же… У них сейчас они уже открыли бутик, очень красивый, прямо вот в шикарном месте, но это больше такое, ну, как представительство, а в основном через интернет все уходит. Они делают такие очень стильные хипстерские кожаные аксессуары, такое качество итальянское, ручное, дизайн британский, то есть очень круто, очень молодцы просто. И они уже друг купили, уже три машины… Но делают в Америке? Мэйден и Льюса. А, Мэйден и Льюса? Конечно, они же… То есть итальянская ручная работа? Нет, у них работают уже 6 или 7 американцев делают это. Под итальянскую? Нет, качество итальянское, я говорю, как категория. Просто кожа лучше всего… Ну, я как модельер, где лучше кожа, где лучше всех обувь делают в Италии, где лучше всего ремни кожаные делают в Италии. Они знают, как это делать. А дизайн в Италии хороший, но немножко своеобразный. Британский дизайн очень хороший. Мне нравится очень, да. Он более лаконист. Это мой, мой мое. Понимаете? А когда ты соединяешь итальянское качество с британским дизайном, тебе приходит успех и делают это ребята из Твери и Сибири в Америке. Хорошо. Ладно, Алёна, давайте будем считать, что мы ответили на вопрос нашего зрителя. Он у нас очень активный и много вопросов задает. И вообще такой, можно сказать, светлый образ на нашем канале. Надеюсь, ты ответишь. Поэтому мы ему, можно сказать, потратили… Удачи? Да, удачи и ему, и всем остальным. И самое главное, я думаю, удачи тем людям артистических профессий, потому что они действительно более уязвимы по сравнению, скажем, с инженерами или даже с теми, кто на интернете продает. Художники в основном бедные здесь. Художники бедные, реально. И музыканты тоже не очень… Да, это не так, что люди никогда думают, ой, я приеду, я такой талант, сейчас я… На самом деле здесь куча художников, и они бедные. И чтобы стать художником успешным, должно схлопнуться несколько вещей. Вот мы когда беседовали с Витковским художником здесь, с Сан-Франциском, и вот я говорю, а сколько на Сан-Франциско есть русских художников, которые живут тем, что они рисуют, а не за ним зарабатывают где-то и еще там в свободное время рисуют. Ну вот вроде двое. Понимаете, вот двоих я знаю, а больше не знаю. Вот оба питерские, кстати, неожиданно. У нас прекрасная школа… В Питере, да? Вообще в России живописи. Но дело в том, что ты не можешь сейчас писать вот просто вот на этой классической школе. Ты должен что-то более… Люди хотят более современное иметь что-то в домах. И это невозможно просто перенести вот эту школу. Я хорошо написал пейзаж, но он, понимаете, он может быть немножечко устаревший стиль, потому что каждая эпоха несет свой стиль. Вы понимаете? И у нас часто русские художники этого не чувствуют совсем, и они пролетают. Их ценят другие художники, они видят, что это хорошо. Я вижу в американских галереях постоянно какие-то работы художников советских. Бывает что-то из 30-х годов. А это очень модно. Слушайте, но отойти же невозможно. То есть вроде простенький сюжет, там сидит девочка где-то там у окошечка за навесочкой. Не оторваться вообще. Между прочим, эти картины до 50-х годов, социореализм такой, они единственные как раз инвестмент. То есть они конвертируются, они в цене растут. Вот эти вот, даже вот там у доярки вот эти вот, потом еще что-то. И они есть в каталогах. Вот это то, что из Советского Союза. Но я не говорю об авангарде и о наших всех. А вот такая вот средняя категория, которую цены там, они могут стоить там 5 тысяч долларов. А через 10 лет она может стоить 50 тысяч долларов. То есть это вот такой инвестмент. Вот сейчас их полно за 30, за 40. Вот, а они могут стоить 150 через 10 лет. Вполне. Ну, конечно, никто гарантию не даст. Но вот это может быть инвестмент. Потому что уже не производится. И очень украинская школа ценится. Потому что там ярче краски. Нет, нет, нет. Вот та, 50-х годов советская. Ну, это такие нюансы какие-то. Как интересно. Да. Это коллекционеры. А коллекционеры, я столкнулась с коллекционерами. И это такое, они просто, у меня покупают коллекционеры. Но у меня не абстракцию покупают коллекционеры. У меня покупают мои песни-песни. Потому что… А покажите пару картиночек у вас тут на столе. Потому что это свое родо уникальное. У нас в офисе, друзья, есть три работы. Это принты, да? Я вам подарила, прислала. У меня как раз принты покупают. Вы в какой-то момент, вы их прислали на конкурс какой-то? Или просто вот под настроение? Я помню, что… На день рождения. А, на день рождения. Все, понял. Понял. На день рождения. Так давайте я вам поверну, чтобы вы видели. Это песни-песни, иллюстрации в книге. Они… Оригиналы и большие жикле у меня. Ага. С золотом росписью. Вот у меня коллекционеры покупают жикле. Довольно дорого. Большие жикле – это принты? Это… Это у нас такой специальной бумаги напечатанной. Ага. Потом дорисованы роспись вручную, там, золотом. И это с номером. То есть это ограниченный тираж. То есть это коллекционная вещь. Ага. Я ничего не делала. То есть два года рисовали тринадцать? Я ушла из моды. Да. Из бизнеса ушла полностью. Ага. По определенным причинам. Ну, просто все как бы. И я два года посвятила вот этой работе. Легла на дно фактически. Это было удивительно классное время. Ага. Это просто восстановление было мое. Такой вот. Песня, песня. У меня такое было ощущение, что Бог поет мне эту песню прямо в сердце. А вы набожная или так? Ну, я просто верю в Бога. Я не набожная. Я не люблю религию, честно скажем. Вы не ходите в церковь там? Ага. Ну, я как бы не могу. Я просто верующая. Я живу с Богом. Окей. Вот. Поэтому песни, песни для меня это такой проект. Ну, я и живописи рисую для меня. Это вот такое вот прославление Бога определенное. Поэтому они радостные картины их. Не того, который на тучке сидит. Ой, не с бородой. Точно. С хип-хипстером такой, да? С белой бородой. Да, мне кажется, никто уже в такое не верит. Да. Ну, это такое среди. Нет, ну, как есть. Вы чего? Есть вот такие. Ой, давайте не будем. Есть что угодно на свете. Да. Я помню вот эту фразу жуткую. Бог не фраер, а все простит. Вот. Понимаете? Вот. И там уже Бога приплюет. Понимаете? А британцы называют Бога джентльмен. Правда? Да. И... В каком контексте? А вот очень интересно, что Бог не будет вмешиваться в твою жизнь посильно. То есть... Он джентльмен. Дьявол не джентльмен. Дьявол приходит и может украсть, убить, убить, там, разрушить что-то. А Бог, он стучит тихонечко. У них даже картина про Эфелитская вот эта знаменитая. Может быть, вы слышали, видели, да, когда с фонарем стоит Иисус. Такая очень красивая. Она в британском музее. И дверь. Плещом покрыта. Шикарно написано. Вот художник. Я не могла от него отойти. Она великолепна. И вот в истории рассказы, когда первая экспозиция была этой картины, подошли к художнику и сказали, вы забыли ручку на дверь. А он говорит, а Бог, он стучит, но он никогда не откроет. Вы изнутри сердце должны открыть. То есть это умышленная деталь. Да. Бог джентльмен. Да. Есть. Давайте мы так. Я расскажу на последний анекдотец. И мы на этом закончим пока. Значит, два человека, два англичанина беседуют. И вот на тему о том, где разница между тактом и вежливостью. И один говорит, ну вот смотри, вот я водопроводчик. Так? Приведу тебе пример из жизни. Вызывают какой-то богатый дом. Говорит, на втором этаже ванна там протекает или что-то. Ну, я захожу, там ключ под ковриком, я поднимаюсь наверх. Открываю дверь в ванную. Бах. А там женщина обнаженная душ принимает. И я ей говорю, excuse me, sir. Так вот, excuse me – это вежливость. А sir – это такт. Вот. Поэтому… Шикарный анекдот. Мне нравится. И он такой британский. Да. Очень британский. Мне рассказал человек, который был в Британии еще в советское время. Вот. И вот он мне рассказал этот анекдот. В отличие от тех, которые называли английскими такими, занудные какие-то, скучные анекдоты. Этот был совершенно очаровательный. О, у них шикарный анекдот. Что? Да, да. Ну, в России. Британский. Какой один он был так. Вот. А этот был очень-очень хорошенький. Ну, хорошо. Алена, давайте мы отправимся к нашим супругам дальше, которые там коптят… Нюхают. Нюхают что-то вкусное. Да. Коптят форель. И, значит, дальше мы пойдем погуляем, посмотрим все дела. И, значит, передаем привет и пожелание успехов нашему зрителю, который вопрос задал. Тем, кто нас дослушал до конца. И, конечно, должен… Это чисто, я считаю, свыше сигнал ему должен быть, чтобы поставить лайк. Вот. И… Энергетически очень важно, как бы. Вот. И… Что еще? И до скорых встреч! Скорых встреч!